Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме и сегодня у нас обзорчик на стритфуд, но не обычный стритфуд. Дело в том, что есть такие вещи, которые если ты не попробовал, то спрашивается, а зачем ты вообще приезжал во Вьетнам? И сегодня у нас обзор на три главных супешника, которые здесь продаются. Естественно, это будет Фобо, естественно, это будет Бон Рио и Куа... Ми Куан. Это, короче говоря, все потихоньку, по очереди начнем с фобошки, те самые стритфудные лучшие варианты супа, которые вы можете попробовать. Потому что где как не в закопанных местах вы это можете попробовать, здесь это дешево, здесь это максимально вкусно, потому что это для местных. А не то, что вы в курортной зоне получаете задорого, жиденько и вообще не пойми что. Что ж, господа, начнем, пожалуй. Естественно, это у нас фобошка, стоит она здесь 40 тысяч донгов. Самое главное, что, во-первых, порция сама по себе большая. Во-вторых, то, что мне очень здесь нравится, это дополнительные функции, опции, точнее сказать. То есть это лайм, это трава, это росточки, это соус раз, это соус два, это соус три, также еще маринованный чеснок и так далее, и так далее. Короче говоря, здесь можно себе из одного супа изобразить очень много всякого. Рома прежде всего говорит, попробуй только с этим соусом, а дальше уже добавляй свои обычные. А здесь острый кетчуп и хойсин, китайский вот этот соус. Как нужно кушать суп? Давайте я вам буду потихоньку показывать. Ну, если с базиликом все понятно, отрываем листочки и, соответственно, помяв или разорвав, бросаем сюда. С другой травой можно быть осторожнее, в том плане, что вы не знаете, что это на вкус, поэтому сначала попробовали, а потом уже порвали. Мне это нравится, я, соответственно, беру и тоже добавляю. А вот эта вот трава, она необычная, во-первых, слегка кисленькая, во-вторых, она такая, знаете, за счет этой пилы даже на языке может попадаться, что слегка кусает вас, а не вы кусаете ее. Поэтому двух листиков вполне достаточно. Следующий практически обязательный ингредиент это расточки. Это свежие расточки бобов, здесь они даже припущены немножко, то есть это не прям, чтобы свежие, но они чуть-чуть размягчились. Вот так вот, я их люблю много, поэтому почти вся тарелка у меня вот так вот и уйдет. Заметьте, это все, то, что вы видите, подается на одну порцию. Затем, что касаемо моих предпочтений, в обязательном порядке, одна долечка лайма. Ну и начнем, как Рома рекомендует вот с этим соусом. Ром, ты говоришь, не очень острая, да, штука? Да, у меня особо острая, но очень ароматная. Хорошо. Сколько ложек ты класть? Одну. Вот так? Таких две. Таких две, хорошо, давай две. Порядок. Ну и пошел замес. Ну, я думаю, тут ни у кого не возникнет вопросов по и количеству мяса, и количеству лапши и прочее, и прочее. Как говорится, съев это, уползти бы отсюда. Ну и для начала, конечно же, лапши. Это очень богатый вкус. Ребята, это практически непередаваемо, потому что вот эти сочетания трав, ну, базилик, хорошо вы знаете. Остальные травы, вот здесь появятся, как они называются, вряд ли вы такие вообще названия видели, слышали и так далее. То есть вот с этим, конечно же, это передать сложно, когда не знаешь, как и описать этот вкус травы. Слегка кисленький, слегка остренький. Самое главное здесь, конечно же, это бульон. То есть это долго отваренный бульон на костях, достаточно жирный, очень хороший. Поэтому мясо. Мясо ФО всегда нарезается тоненькими-тоненькими ластиками, и оно сырое. И тебе кидается в горячущий суп. То есть оно варится у тебя в тарелке. Таким образом получается, что это не может быть передержанная говядина. Это обязательно будет свежая, крайне свежая штука. Расточки, зелень, мясо. Надо отметить, что бульон уже неплох. Это еще без добавления вот этих вот моих любимых ингредиентов. Давайте отдельно его попробуем. Сейчас вот такой цвет бульона. Жирность вы все видите. Посмотрим, как цвет изменится, когда мы добавим хойсин и прочее. Неплохо. На мой взгляд, можно и побольше этого соуса. Он действительно остроту имеет, но не так, чтобы прям очень зажигающую. Кому хочется прям супер зажигающую, вот, пожалуйста, здесь нарезанные перцы. И они, правда, поверьте, доставят вам некоторый каленкорчик. Неплохо. Давайте бафать это и уже финально восхищаться. То, как я люблю. Вот так. Побольше хойсина и чуть поменьше кетчупчика. Порядок. Цвет бульона моментально, как вы видите, меняется. И, соответственно, вкус тоже. Вот теперь сам бульончик. Можно и еще отбалансить. Я бы чуть-чуть хойсинчика. Здесь кто, где, что подает. Где-то хойсин, где-то устричный и тому подобное. То есть здесь вы можете сами на свой вкус уже придумать. Люди-то сюда входят каждый день. Вон Ромка говорит, он здесь вообще кушает 5 раз в неделю. Соответственно, он для себя выработал. Пошка плюс вот этот вот соус. Остальные ингредиенты вроде как ты не особо, да? Все листья, которые потом... Ага, прям вот эту всю тарелку? Да. Вот прям всю? Ну, без стеблей просто... Ну, это понятно. Потом вот эти стручки и вот этот соус. Обалдеть. Вот видите, у каждого свой вкус. Давайте теперь мясо, лапша и вот так. Что ж я могу теперь сказать? Вот это настоящее суппо, за которым нужно сюда приезжать. Господа, осилить эту тарелку будет довольно сложно. Ну, это, черт возьми, настолько вкусно, что ты просто сидишь такой... Я хочу еще 40 тысяч, господа. И на этом вы не то что сыты одним супчиком. Знаете, как эти пафосные рекламы говорят? Согревает не только, значит, руки, но и душу, и сердце. Ну, это вот примерно об этом. А здесь еще немножко и губы сжет. Ну, и быстренький комментарий от Ромы. Как за всегда тая этого места? Пять раз в неделю, он говорит, здесь кушает. Ну, да, слушай, я очень много мест посетил именно в Фошнек Фонтете. И давно для себя вот это вот нашел, открыл. Почему мне оно очень понравилось? Потому что здесь бульон, он очень наваристый, но не перенасыщен специями. И поэтому можно для себя сделать уже какой угодно вкус. Вот ты любишь, например, много соусов вложить. Я не люблю такое количество. Я вот люблю всего один соус, лайм и все листья. Поэтому для меня вот это место одно из лучших столов в Фонтете. И если будете здесь отдыхать, крайне советую посетить его. Точки, точки, где мы всегда присутствуем, где все обозреваем, всегда в описании. Я тут с Ромой согласен абсолютно, потому что самое главное это разнообразие. И, следовательно, тебе подали суп as is. То есть, как он есть. Дальше, ребята, здесь шикарнейший набор для того, чтобы ты его изменял под собственный вкус. Ты один раз к нему привык, как вот ты забалансил его. Тебе классно. Все, заезжай дальше. На каждый день у тебя будет шикарнейшая еда. 40 тысяч и уползаешь. Едем далее. Следующая же остановка у нас для супчика Мик-1. Он называется по имени провинции Куан-Нам. Соответственно, пришел он оттуда. Здесь его чуть-чуть видоизменили. Жители Фонтета и готовят его с уткой. Потому что изначально он готовился со свининой. Ну, а здесь люди привнесли что-то новое. Суп Мик-1. Суп с уткой. Суп с уткой. Обычно суп Мик-1 имеет немножко разную цену в зависимости от куска утки, которую вам положат. Потому что с ножкой дороже. Но здесь все почему-то одинаково стоит. И, соответственно, стоит это 40 тысяч донгов. Собственно, как побожка. Ровно так же и с уточкой. У тебя полноценная нога. У тебя много лапши. Ну, и это совсем другое наполнение. И, естественно, совсем другой вкус. Наполнение по утке, как я сказал, может быть разное. Но практически всегда у вас будет, естественно, кровище. Раз. Кровище, два. Здесь, соответственно, арахис. Ну, и это совершенно, как вы видите, другой бульон. Он прям рыжий. И да, на вкус это, конечно же, тоже отличается. Росточки, как вы видите, здесь уже сразу замешаны. Но если очень захотелось, можно и дополнительно попросить. Ну, и для начала лапши. Ну, это совершенно другой вкус. Арахис здесь имеет очень мощную ноту. Недаром здесь орешков, вот знаете ли, без проблем вот так вот зачерпнул. И их довольно много. При этом в бульоне присутствует, конечно же, и очень много дополнительных нот. Опять же, вот, господа, описать это практически невозможно. Кто-то скажет, ну, Костян, это арахисовый вкус? Нет. Помимо него здесь еще миллион ингредиентов, естественно. Ну, и давайте вкуснем утку. Это мягко и много мяса. Да, господа. Вот ради таких вкусов как раз-таки стоит кататься по разным странам. Смотреть интересные, аутентичные совершенно места. Кровища. Кто пробовал, уже знает. Кто не пробовал, рассказываю. Ничего ужасного в этом ингредиенте здесь нет. Это свернувшаяся кровь. Если хорошо приготовленная, то она похожа на такую мягонькую рассыпчатую печенку. Здесь она хорошая. Слегка резиновая. Может быть, где-то к зубам липнет, но нет. Очень здорово. Ох ты, какой громкий это, а! Глушак тебе туда. Зачастую этот супешник, если вы берете с собой и так далее, можно попросить еще укомплектовать таким букетом, назовем это так. Перевязывается кишочкой следующий набор. Сердце, печенка и желудок. И они, естественно, уже полностью готовы. То есть, ты когда кушаешь, ты разрезал вот эту кишочку, она тоже съедается, само собой. Но у тебя еще и ливерный набор. Короче говоря, красота. В данном случае это стоит 40, но можно себе, как говорится, с собой богато дорого заказать, и будет у вас там 55-60. Что, в общем-то, согласитесь, не очень-то и дорого. Давайте коснемся наполнения этого супешника. Конечно же, здесь присутствует набор травы. В данном случае, в отличие от... О, здесь присутствует мята. Кстати, замечательно сюда подходит. Также еще вот такая трава, которая похожа на Моин Глори. Сейчас... Нет, это другая. Это болотная такая трава по типу лианы, которая стелется, знаете, в юнок. Интересная штука. И что необычно, листья салата. Это, естественно, вы крошите. Ровно так же все, как с фубо происходит. Крошите сюда, добавляете, перемешиваете. Здесь они тоже не скупятся, как и везде, на остроту плюс лайм. Таким образом, можно разнообразить довольно круто. Да, естественно, присутствует рыбный, присутствует кетчуп, присутствует ровно тот же самый соус хойсин. Другими словами, ребята, вы изначальный суп можете измесить, как вашей душе угодно. На мой взгляд, я вот этот суп, честно говоря, практически никогда не меняю. Вот у меня жена приезжает, когда говорит, что, прихватить, может, по дороге, что, домой, на ужин. Ты готовил, что? Я говорю, а ты знаешь, а давай суп из утки. И я практически его не меняю. Я его весь съедаю ровно так. Ну, может, зеленюшки немножко вот покрошу. Этот суп самодостаточен. У него очень мощный, хороший вкус. Ну и теперь быстренькое мнение Ромы, потому что это как раз он сегодня выбрал. Ровно те места, которые ему нравятся. Я сравниваю с теми местами, которые я пробовал. По большому счету разницы практически нет. Ром, твое мнение насчет этого супешника. Может быть, какие-то отдельные дополнения, впечатления? Ну, я не знаю насчет отдельного. Я тоже много разных вот этих утинок супов перепробовал. Остановился на этом месте. И повезло, что оно находится рядом вот с фошницей, где мы только что пробовали. Ну, да, да, удобно. Я когда еду за супом, у меня всегда дилемма. Что я сегодня хочу, утиной или фошницей? А вот она бывает часто закрытая. И я такой, ну ладно, хотя бы выбирать не надо. Суп действительно здесь очень отлично. И вот ты правильно подметил, что он приготовлен уже самодостаточно. То есть особо ничего добавлять из соусов не надо. Единственное, я только лайм всегда добавляю, и все. То есть как приготовили здесь, так мне прям очень нравится. Другими словами, заскочил, взял. И да, господа, конечно же, не забывайте. Вы не обязаны здесь сидеть. Это есть, вы просто обычно, как все люди делают, подъезжают, говорят, мне один супешник, это все в пакет, заворачивается, и вам с собой. И вы горячущий, естественно, пакет. И вы домой приехали, в мисочку переложили, он и так горячий, и все, покушали дома. Да, обычно это вот так работает. Потому и стритфуд, собственно. Ну и теперь что же супешник под названием Бунрио? Это крабовая основа, плюс крабовая паста. Подается он со свининой. Могут быть, правда, и разные наполнения. Может быть, и какое-то другое мясо. Но в основном со свининой. Соответственно, это, пожалуй, из тех супов, которые здесь стоит попробовать. Один из самых необычных. Именно по вкусу. Потому что крабы используются для этого супа те, которые ловятся на рисовых полях. Это пресноводные крабы. И взбалтываются в блендере они вместе с панцирями. Потом это процеживается. Другими словами, если захотели посмотреть, как этот суп готовится, то мы с дружи снимали. Вот здесь вот появится ссылочка, как мы это делали. Ну а мы дегустируем стритфудный Бон Рио. Это один из лучших супов Вьетнама. Это у нас сегодня, господа, самый дешевый суп. Из всех представленных, но не самый плохой. То есть это никак не соотносится. Первым делом, давайте посмотрим, что внутри. Потому что здесь наполнение совершенно другое. Здесь, во-первых, другая лапша и так далее, и так далее. Давайте ковыряться. Что еще? Помимо, конечно же, огромного количества зелени, которая, в общем-то, здесь и представлена, и дополнительно. Но, опять же, видите, немножко другой набор. К каждому супу немножко другой набор. Здесь уже покрошено тех видов трав, которые мы видели. Другая совершенно лапша. Это не фошная, это не утиная, это вот другая. Затем колбаски. Хорошо. Рыбные шарики. Ну, вот это, можно сказать, такой, знаете, так себе ингредиент, потому что, ну, ничего особенного они из себя не представляют. Помидорка. Хорошо. Вот оно, самое главное. Это крабовая котлета, которая сварена из белков, панцирей и прочего краба. Кусочек муженинки. Ммм, это хорошо. Конечно же, кусок свиньи. Здесь, в основном, пожалуй, косточки, я бы так сказал, честно-то говоря. Ну, вот если перевернуть, вот так вот посмотреть, то здесь, кроме шкурки, наверное, съесть особо и нечего. Но отваривается это долго, и, соответственно, здесь нажор приличный. Кусочек тофу. Ну, и, пожалуй, вот, наверное, и все. Ну, и, как всегда, вы видите, что это приличная порция. И все в один раз. Это будет съесть слот. Еще небольшое отличие от предыдущих мест. Значит, трава имеется. Опять же, лайм, острота, все это дело имеется. А вот соусов на столе не имеется. Следовательно, кушай, как подали. Травой замесил, и в этом будь самодостаточен. Ну, лапши. О, это совсем другой вкус лапши. То есть, те вот длинные ленточки, которые были в предыдущих двух супах, они вкусные, хорошие, вопросов нет. Вот эта лапшичка мне нравится чуть больше. Не знаю почему. У нее что ли более хлебный какой-то вкус, что-то типа того. И, соответственно, вот эта лапша мне нравится больше. Она здесь продается, кстати, и отдельно на развес, на рынке. Можно попросить. И обычно раньше мы, когда стоим, гуляли на рынок, мы всегда просили килограммчик этой лапши. Потому что теща супешник какой-то варит, и всегда добавляется вот эта лапша. Стоит она какие-то копейки. Вот тот самый килограмм, по-моему, 5 или 7 тысяч донгов стоит. Ну, можете себе представить. Эта лапша делается следующим образом. Замешивается очень жидкое тесто, берется дуршлаг с подходящим размером отверстий и льется в кипяток. Понимаете, да? И получается такая длиннючая-длиннючая лапша. Каждый день она новая, поэтому никто здесь вам никогда в жизни не подаст вот эту вот лапшу другого вкуса. Мясинка, мужининка. Почему один кусочек? Ну, ладно, за 30 тысяч не будем докапываться. Ну, это свинина. Это пожевать. Это хороший кусок мяса. В каждом супе будет, естественно, ровно такой же набор. Один кусочек вот этой вот мясинки. Два кусочка колбасы. Ну, это вот эта куриная с крахмалом, которая здесь везде продается. Наполнение вот это мясное. Я бы не сказал, что прям меня очень сильно радует. Давайте-ка я попробую расправиться вот с этой вот штукой. Есть ли здесь что-то помимо костей? Ну, шкура, понятно, есть. А, вот это мясо. А это? А, так это было мясо. Вот здесь прям с этой стороны было мясо. Я думал, косточки. Ммм, тогда вот как хорошо. Это рулька. Вот это прям совсем другое дело. Оказывается, здесь помимо костей есть что пожевать. И достаточно немало. Ну, и осталось попробовать самые главные две вещи. Это, конечно же, бульон. Я считаю, что в этом супе это, считай, самое главное. О, да. Это настолько огромная разница. Совсем вообще в принципе, что вы можете попробовать. Это потрясающе. За счет вот тех самых полевых крабов, назовем их так, немножко землистый вкус. Он присутствует. Знаете, вот как в грибном супе, можно сказать, что определенного вида грибы, когда вы готовите, там будет землистый вкус. Вот здесь он немножко присутствует. Это насыщенный, мощный, ни на что не похожий вкус. Другими словами, в любой другой стране вы такого и не попробуете. Ну, и, конечно же, те самые измесы краба. Чуть-чуть даже панцири хрустят. То есть вот эта вот жидкость, пропущенная через сито, после блендера и так далее, она даже до конца не отфильтровывает панцирь и краба. То есть микро какие-то кусочки попадаются. Ну, вот здесь нет. Поэтому я бы сильно внимания на это вообще не обращал. У меня единственная, может быть, претензия мало. Вот маловато. Но, опять же, не забывайте, мы об этом с вами уже раньше говорили о том, что вы всегда вольны здесь исправить свое блюдо. Вы можете попросить больше колбасы, больше мяса, больше свинины, больше вот этих кусочков. Просто взяли, перевели и все. В предыдущем месте мы заказали, например, все вот эти три супа с собой забрать, но еще и дополнительную утиную ногу. И воспользовались гугл-переводчиком, и все прекрасно. Нам дополнительная утиная нога приехала в супешник. Никаких вопросов. Вы знаете, очень сложно восхищаться, как говорится, блюдом третий раз подряд. Конечно же, я их уже все пробовал. И вы знаете, вот не до одного я не докопаюсь. Ну и Господь с ним, что здесь вот эти вот, может быть, несуразные колбаски, может быть, вот это вот обычное, как у нас называется, митболы, да, вот эти вот шарики рыбные и так далее, тоже не очень. Но это вкус. Отставьте это в сторону. А когда, может быть, заказываете, даже и попросите. Вот этого ничего не надо. Мне, пожалуйста, два куска свинины и три куска вот этой вот, значит, крабовой пюрешки. Она вон там у нее тем более лежит, как паста, она черпает такая. И готова тебе. Все. И у вас будет совершенно другой супешник с теми ингредиентами, которые вам нравятся. Вот такой вот получился сегодня вояж по стритфудным супчикам. Конечно же, на этом все не заканчивается. У нас есть и другие супчики стритфудные. Попроще, если захотите, то вот здесь посмотрите. На мой взгляд, заезжая в такую далекую страну, нужно ознакомливаться прежде всего с аутентичными блюдами, которые здесь вы только и можете попробовать. Да, конечно же, вы, приехав домой, можете взять ингредиенты и приготовить там их по-своему. И да, некоторые ингредиенты только здесь можно взять. Как, например, те же самые кубики По, без которых полноценного супа По у вас дома не получится. Если понравился вариант выездного стритфуда, в который раз спрашиваю, пишите в комментариях, мы будем еще выезжать. Да, и может быть, какой-то другой стритфуд вы хотите попробовать. Напишите, что. Только не пишите про скорпионов, личинок и прочее. Во-первых, здесь этого практически нет, а во-вторых, это где-нибудь в Муйне и для туристов, знаете ли. А вот аутентичные местные блюда, это всегда welcome. А с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Давайте поснем утку. Так, плохо. Ну, она скользкая. Сейчас, подожди, я чуть-чуть. Блин, какой-то он у них кослявый лайк. Так, ну это ладно, это уже не на камеру, наверное, такую и есть, это я так. И ты опять не взял же, конечно, GoPro, не воткнул, чтобы мы стритфуд сейчас снимаем, поэтому Рома не догадался, да? Зачем снимать дорогу, когда мы снимаем стритфуд, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!